Всего базовых видов спорта в Бурятии 18 теперь наряду со всеми нами известными и популярными борьбой, боксом и стрельбой из лука будет тайский бокс. Быть базовыми видами спорта в регионе означает получать повышенное внимание органов власти и финансирование, когда нужны средства на соревнования, инвентарь и спортивные сборы. Безусловно, это дает определенные преимущества и преференции при попадании спортсменов в наш центр спортивной подготовки, категорию тех спортсменов, которые обеспечивают и данные бюджеты, которые являются членами команд Российской Федерации. Поэтому, безусловно, это очень такой хороший большой шаг вперед. Тайский бокс в Бурятии начал развиваться в начале 90-х под руководством тренера Санжижапова Даши Батоевича. Затем эстафету подхватил Батар Хамаганов. Их ученики становились призерами чемпионата России и Европы. В 2011-м была создана официально Федерация тайского бокса Республики Бурятия. В 2018-м году впервые в Улан-Удэй Федерация тайского бокса организовала первенство России, где два наших спортсмена, Зарубина Виолетта и Корнакова Екатерина, отобрались на первенство мира. В 2018-м Екатерина Корнакова стала победительницей первенства мира в Бангкоке. В 2020-м Бато Бадар Хаев становится обладателем Кубка России по тайскому боксу. Немало побед было и в этом, и в прошлом году. Конечно же, это дает нам говорить о том, что тайский бокс будет дальше развиваться. У нас в Республике есть возможность получить дополнительное финансирование, которое будет потрачено на проведение учебных тренировочных мероприятий, выездных соревнований и, конечно же, приобретение и улучшение материальной базы. Также к базовым видам спорта в нашей Республике добавился и пауэрлифтинг. В этом виде спорта громкие победы нам принесла Анастасия Яськова и ее тренер Вячеслав Яськов. Недавно им были присвоены спортивные звания мастер спорта России международного класса. А председателем Федерации пауэрлифтинга является Сергей Воложанин. Дмитрий Гомбоев, Новости дня.